Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Приглашаю вас в небольшое видео, в котором покажу вам дорогу из Гниси до Манглиси, а также минутку из Манглиси. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, отставляйте комментарии. А пока мы проедем по новому мосту, который соединяет Университетскую улицу и Цкнецкое шоссе. Справа мы сейчас проезжаем, новый дворец спорта и Олимпийский дворец. А до этого с левой стороны были центры Toyota, Mercedes, Volvo и TGT Motors, но я там почему-то их не сняла. И сейчас слева находится библиотека Тбилисского государственного университета. А мы с вами свернули на новый автомобильный мост, который открыли примерно два месяца назад. И он лежит над ущельем Веры и соединяет, как я уже сказала, Университетскую улицу и Цкнецкое шоссе. Справа вы видите пешеходный мост Магливи, который еще называется Красный мост. Но он оказался теперь немного ниже автомобильного моста, поэтому его не видно. Но в прошлом году я его снимала, по нему ходила как раз в это же время. Ссылка на то видео будет в описании к этому видео. Длина автомобильного моста 260 метров. Он состоит из четырех полос, а общее расстояние от Университетской улицы до Цкнецкого шоссе 532 метра. Ну а мы с вами тем временем въехали в поселок Цкнети, но теперь он входит в городскую черту Тбилиси и является престижным местом, но оставим эту тему. Подъем в этот населенный пункт идет по серпантину. Высота центра 950 метров, в то время как в Тбилиси примерно 400-450 метров высота над уровнем моря. Летом многие тбилисцы снимают здесь дачи и отдыхают от тбилисской жары, потому что здесь температура немного ниже, чем в Тбилиси, так как, я вам уже сказала, высота намного выше. В Цкнети расположен климатический курорт, санаторий, где лечат больных туберкулезом. В состав Тбилиси этот населенный пункт был включен в 2008 году. Население составляет немногим более 7 тысяч человек. Как я говорила, мы направляемся в поселок Манглиси и до поселка мы будем ехать по этой дороге, а обратно через Дидгори. А сейчас мы проезжаем место, где в июне 2015 года сошел сель, который перекрыл русло реки Веры и вызвал наводнение в Тбилиси, в котором пострадали как люди, так и животные зоопарка. А мы въехали в небольшой поселок Битания, который теперь также входит в состав Тбилиси. И только в конце этого поселка будет знак, что Тбилиси закончился. Вот так теперь расширены границы города. Когда-то в году 2009-2010 в этом поселке собирались сделать горнолыжный курорт, чтобы из Тбилиси можно добраться до горнолыжного спуска за 10-15 минут. Ну, образно так говоря. И вот сейчас впереди, перед нами будет это место. Ну, в те годы, кстати, здесь часто выпадал снег, и в том числе и в Тбилиси. Ну, конечно, наверное, хотели сделать и искусственные пушки. Но потом, я не знаю, что случилось с застройщиками, и к тому же совсем потеплело, и в Тбилиси зимой перестал выпадать снег. Последние годы он никогда не ложится. И вот сейчас мы проезжаем как раз это место. Вот там прямо между домиками видно, это был горнолыжный склон и заброшенная недостроенная гостиница. Ну, я даже помню, мы когда-то сюда приезжали, и здесь действительно катались на лыжах люди и на санках, и были большие сугробы. Ну, а мы продолжаем дальше свой путь до Манглиси. И я хочу показать вам в этом видео красоту природы Грузии, красивые пейзажи. Летом каждый год у меня на канале выходит такое видео, потому что наши друзья снимают дачу в Манглиси. Это также место, где тбилисцы отдыхают летом. И у моей подруги день рождения. И поэтому мы ездим в этот день в Манглиси. Расстояние от Тбилиси до Манглиси составляет от 60 до 70 километров, в зависимости от того, по какой дороге вы будете ехать. Если ехать через Денгори, то километраж увеличится, но смотря с какой стороны Тбилиси вы живете, то с такой стороны и удобнее ехать. Также по этой дороге можно добраться до населенного пункта Цалка, где расположена новая туристическая достопримечательность, которую открыли два года назад. Это каньон Дашбаш и стеклянный мост, который перекинул через этот каньон. Видео с этого каньона также есть у меня на канале. Я снимала его как раз два года назад, но в этом году хочу опять туда съездить и посмотреть, что изменилось в этом месте. И, конечно же, сделать новое красивое видео. Регион, по которому мы сейчас проезжаем, славится разведением крупнорогатого скота и овец. Как вы видите, вокруг зеленые луга, которые предназначены для выгула животных. В этом году очень интересный июль. Погода, конечно, жаркая, но день светит солнце, а день висят, например, вот такие облака. А сейчас, когда я отзвучиваю видео, вообще идет дождь и гроза. Как вы можете видеть, до Манглиси ходит автобус городского типа. В этом году мы едем в Манглиси уже во второй половине дня, потому что первая половина была занята. Поэтому сам Манглиси я снимала в этот раз совсем-совсем мало. Но у меня на канале есть видео из этого поселка и в прошлом году, и в позапрошлом. А также меня просили снять некоторые места, которые были здесь в советское время. Но я надеюсь, что в этом году мне еще раз удастся побывать в Манглиси. И тогда я уже сделаю более обзорное видео этого места. Пока мы проезжаем небольшие деревушки. И небольшая справка по Манглиси. Манглиси – это поселок городского типа, один из 113 древнейших городов страны и один из первых центров христианства в Грузии. В поселке расположен Манглисский собор, построенный в 330-х годах. В одном из видео я показывала этот собор и снаружи, и внутри. Ссылка на другие видео о Манглиси будут в описании к этому видео. Поселок расположен на высоте 1204 метра над уровнем моря. Как вы видите, во время своего пути мы постоянно поднимаемся все выше и выше. А на обратном пути мы окажемся на точке высотой 1800 метров над уровнем моря. Вот уже из-за поворота показались крыши домов в Манглиси. Я знаю этот поселок уже больше 10 лет. И каково было мое первое впечатление. Но в этом поселке ничего не изменилось. Так что, в принципе, впечатления все те же самые. Когда я впервые здесь оказалась, у меня было ощущение, что я попала в 80-е года 20-го века. Единственное, что изменилось в этом поселке, это то, что туда провели природный газ и улучшили центральный парк поселка. Современных гостиниц там почти нет. Может быть, 2-3 гостиницы. А так люди просто снимают комнаты в жилых домах поселка. Никаких развлечений, увеселений в этом месте вы не найдете. Но что привлекает сюда жителей Тбилиси? Это прекрасный климат, пейзажи, чистый воздух, тишина, спокойствие и близость к природе. Если вы успели заметить, сейчас на перекрестке был указатель на Цалку, а мы с вами повернули и движемся уже по Манглиси. Население поселка по переписи 2014 года составляет около 1500 человек. Но летом количество это увеличивается за счет приезжающих, отдыхающих из Тбилиси. Раскопки, проведенные в окрестностях Манглиси, свидетельствуют, что люди поселились в этой местности еще в среднем бронзовом веке. В Манглиси умеренный мягкий климат. Почти отсутствуют ветра и большое количество солнечных дней. Средняя годовая температура плюс 87 градусов Цельсия. Средняя летняя температура всего плюс 18,4 градуса Цельсия. Но так как я люблю тепло, люблю жару, можно сказать, и цивилизацию, то в этом месте я не смогла бы оставаться больше двух-трех дней. Да простят меня мои друзья. В советское время в Манглиси построили несколько санаториев, в том числе и туберкулезный. Комфортный климат и наличие сосновых рощ способствовал лечению больных астмой. Манглиси и сейчас считается горноклиматическим курортом и с 2010-х годов стал опять развиваться. В 90-е годы и начало 2000-х из поселка произошел большой отток населения. А сейчас мы с вами движемся, можно сказать, по центральным улицам поселка. На этой улице раньше располагался универмаг, сейчас это здание находится в разрушенном состоянии, я не стала его снимать. Также мы проехали здание полиции, а сейчас проезжаем мимо здания местной школы. Минутное включение из Центрального парка Манглиси. Называется она здесь роща. Вот здесь так разгар летнего сезона. Все для детишек. Это поселок для отдыха с детьми. Здесь такие детские аттракционы. Температура воздуха здесь на 5 градусов сегодня ниже, чем на улице. Сейчас я вообще в кофте, потому что здесь достаточно так. Можно сказать, что свежо. Там волейбольная, баскетбольная площадка. Батучки. Смотрите, карусель оставшейся советских времен. Интересно, она вообще на какой-то подставке. Да, вот где рощи, зашли мы в остатки советского времени. Здесь такая сцена. навесы. Один выход и второй выход. Машина времени, как я теперь всегда говорю. И вот такие красивые здесь деревья. Снаружи все это выглядит вот так. Посмотрите, какие здесь сосны. лес прямо посередине поселка. Как бы называется он здесь рощи. Посмотрите, какая здесь гостиница. Уже современная. Так-то весь поселок это просто старые жилые дома, в которых здесь комнаты. А вот это уже гостиница построенная с номерами прямо в роще. Вечернее солнце сквозь сосны. Не представляете, какой здесь воздух. Тем более уже ветер. Сейчас времени 15 минут восьмого. Ну, а мы отправляемся в обратный путь. И вернемся в Тбилиси, как я уже говорила, по другой дороге. Мы проедем через Детгории, место, где была Детгорская битва в 1121 году, 12 августа. И мы проедем по дороге, как я ее называю, в облаках на высоте 1800 метров над уровнем моря. Эту дорогу сделали недавно, примерно в 17-18 годах. До этого дороги здесь вообще не было. Она была такая проселочная, но на машинах обыкновенных проехать здесь было невозможно. Только на военных джипах высокой проходимости. Посмотрите, какие открываются пейзажи с этого места и в небе постоянно висят орлы, которые парят в воздухе и высматривают свою добычу. Также здесь есть места, оборудованные для ночлега стада овец, а также есть небольшие домики-палатки, в которых живут пастухи. Температура за бортом сейчас плюс 15-16 градусов, в то время как в Тбилиси в этот день было больше 30. Ну, а мы приближаемся к месту, где установлен монумент памяти Детгорской битвы. Но, как я знаю из источников, сама битва проходила не конкретно в этом месте, немножко в другом, но войска располагались везде на этих склонах, и было принято решение еще в советское время построить здесь вот такой мемориал. Он был открыт в 1976 году и в настоящее время здесь ежегодно 12 августа проводится фестиваль Детгороба. Об этом месте и битве я подробно рассказывала в других моих видео, которые вы можете посмотреть по ссылке в описании. Ощущения в этом месте особенно вечером возникают неоднозначные. А мое видео сегодняшнее подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь видео с друзьями. До новых встреч, новых видео.